Наса показала завораживающее фото глаза Бога. Это самая яркая и близкая к Земле туманность, которая находится в 700 световых годах от нашей планеты в созвездии Водолея. Звезда на изображении выбросила огромное количество своего вещества много тысяч лет назад, из-за столкновений внутри получившегося облака образовался большой массив пыли. Подобное ожидает и наше Солнце спустя 5 миллиардов лет. Разведывательная авиация НАТО в последние сутки существенно увеличила интенсивность полетов у российских границ в Черноморском регионе, сообщает Минобороны РФ. Российские зенитные ракетные войска за сутки сопровождали над акваторией Черного моря три разведывательных самолета стран НАТО, заявили в ведомстве. Кроме того, американский самолет-разведчик Ю-2, вылетевший из Великобритании, сопровождался радиолокационными средствами российской разведки над Украиной. Бороться сегодня против мигрантов леопардами. Мы понимаем, что такое вести войну с этими несчастными людьми и выдвигать колонны танков. Батько уверен, что давить картошку беглых курдов колоннами танков леопард, это шантаж, а еще почему-то напомнил, что не встанет на колени. Президент Польши Анджей Дуда назвал ситуацию беспрецедентной гибридной атакой со стороны Лукашенко и заявил, что Белоруссия не позволяет мигрантам покинуть район. Очень кинематографичный пожар на Московском шоссе, там полыхает склад, площадь около 500 квадратов. На месте работают как минимум 11 машин и 40 пожарных, ранг повысили до второго. Были слышны взрывы, на стеллажах внутри остается много горючих материалов. Перепуганную утку спасли водители на Гренадерской улице, что в Питере птица забилась под машину на проезжей части. Несколько минут тщетных попыток под дождем и вуаля. Уточку, которая не может летать и явно чувствует себя нехорошо, достали, посадили в коробку и отвезут в Центр помощи Энд Квот, Сирен Энд Квот. Спасти рядового Кря. Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в Центре Москвы. На проспекте мира столкнулись БМВ, Вольвы и Хендай. Звезда советского кино была за рулем последнего. Предполагаемый виновник, водитель Бумера, именно он выехал на встречку и столкнулся с машиной 65-летней Сафоновой, после чего в него сзади врезался Вольво. Актрису доставили в больницу. Предварительно, всего в аварии пострадало двое. Польские силовики избили курдских беженцев, прорвавшихся через границу с Белоруссией. Об этом заявили в Белорусском государственном пограничном комитете. Четверых мужчин после издевательств якобы вышвырнули из страны, отправив обратно в лагерь мигрантов. У всех них многочисленные травмы. Тем временем стояние между Минском и Варшавой продолжается. В палаточном городке слышен детский плач и крики поляков в мегафоны. Сирены мешают людям спать. Но гостям из далеких стран уже некуда отступать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова